добрый день дорогие друзья снова мы вещаем из нашей телестудии в кишиневе и снова время ответов на вопросы за эти еврейская мудрость гласит о том что нет ответов на незаданные вопросы это хороший лозунг который можно озаглавить всю нашу рубрику и мы очень благодарны вам за то что вы пишете конечно вопросы бывают разные бывают интересные бывают глубокие бывают не интересные и не глубокие поэтому хотелось бы попросить вас друзья думайте над вопросами хочу рассказать очень коротко причем как-то однажды один человек очень сильно выручил волшебника помните это притча на что волшебник ему сказал ты знаешь я в благодарность за твою помощь отвечу на самый главный для тебя вопрос человек задумался задумался волшебник постоял и говорит послушай когда ты надумаешь просто назови мое имя я приду и все тебе отвечу и притча говорит о том что человек продолжает думать несмотря на то что прошли годы друзья думайте над своими вопросами и так здравствуйте меня беспокоит такой вопрос если евреи являются избранным народом иисус пришел спать чтобы спасти их кем по вашему мнению для иисуса приходятся язычники ну или нынешние христиане заранее спасибо алексей дорогой алексей во первых строках моего ответа я хотел бы из может быть из вопроса убрать слово если если евреи являются избранным народом если это некая допущение ну допустим евреи являются избранным народом вы знаете я вам скажу такую вещь они таки до являются избранным народом и я хочу в подтверждение этой позиции прочитать некоторые слова из нового завета евангелие от луки 1 глава 67 стиха и захария отец его то есть отец иоанна исполнился святого духа и пророчествовал говоря благословен господь бог израилев что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасение нам в дому давида отрока своего как возвестил устами бывших от века святых пророков своих что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас и сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой клятву которую он клялся аврааму отцу нашему дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей мы читаем здесь что святой бог израиля посетил свой народ и как мы понимаем на тот момент речь идет о еврейском народе народе израиля и сотворил избавление ему и можно подробно разбирать этот текст но все что мы видим на этом примере это то что бог приводя в мир сначала иоанна как предшественника ешуа и потом ешуа он прежде всего действует на основании завета заключенного с авраамом он вспомянул завет свой с авраамом и бог говорил аврааму о том что он произведет от него великий народ и авраам он был избран богом люди произошедшие от авраама избранный богом и вы знаете я вам хочу пояснить алексей одну такую вещь если вы будете иметь дело с адекватными людьми но с евреями которые адекватно мыслят вы увидите вот что взгляд самого израиля на собственную избранность не является поводом для евреев гордости я говорю естественно подчеркну это о тех людях которые подходят к вопросу избрание израиля адекватно по библейски евреи не рассматривают свою избранность ну те из евреев которые в нее верят как повод к национальной гордости избрание израиля не решение израиля решение божье и может быть вас это смущало но тем не менее это не мой выбор не ваш выбор друзья это выбор всевышнего да будет имя его благословенно и мы идем далее если евреи является избранным народом как мы говорили мы верим что да они являются и шо пришел чтобы спасти их мы читали в евангелии в евангелии от луки что да он пришел чтобы спасти их кем по вашему мнению для и шо приходится язычники ну или нынешние христиане давайте разберемся мы говорим о язычниках или о христианах это на данный момент разные категории людей христиане это верующие в бога израиля и приходящие к богу израиля через мессию израиля получившие спасение и по и они разделяют наследие которое создатель дал еврейскому народу я хочу открыть для того чтобы подтвердить свои слова хочу открыть с вами послание эфесянам глава 3 с 3 стиха потому что мне через откровение говорит рэбе шауль или апостол павел возвещена тайна о чем я выше писал кратко если вы хотите понять о чем писал павел выше кратко прочитайте вторую главу то вы читая можете усмотреть мое разумение тайны христовой тайны миссии которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих как ныне открыто святым апостолом его и пророком духом святым в чем же она состоит эта тайна 6 стих чтобы и язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обещание его в еще миссии посредством благовествования и так тайна самого господа ешуа по пониманию и откровению павла заключается в том в том чтобы народы из язычников народы которые суть по сути является язычниками веруя в ешуа присоединялись к наследию и обетования данным для израиля то есть любой христианин с точки зрения павла он получил по великой милости какую-то часть в наследии божьем духовном наследии и очень важно это понять прямо сейчас потому что большинство хороших братьев сестер из разных деноминаций считает что духовное наследие церкви оно первично и израиль который хотел бы может веровать в ешуа должен принять церковное наследие я как пример приведу один свой разговор с очень хорошим братом из одной из русскоязычных стран скажем так это серьезный служитель и мне состоялся с ним такой разговор он стал делиться со мной тем что в последние несколько лет он стал открывать для себя корни церкви я спросил что же ты понимаешь под корнями церкви он говорит это отцы церкви и он стал мне рассказывать о том как он верующий и служитель евангельской церкви стал открывать для себя писание отцов церкви то что например исторические такие деноминации как православная католическая церковь ценят достаточно глубоко писание отцов церкви и вот этот евангельский служитель он говорит это невероятная глубина это наши корни я говорю ты знаешь по тому что павел писал вообще-то корнями церкви является израиль если вы в этом сомневаетесь я вам предлагаю послание римлянам перечитать но вот что интересно духовное наследие церкви первично является еврейским наследием наследием израиля духовным сокровищем его итак насколько я понимаю вас алексей беспокоит вопрос кем же являются для ишуа неевреи говорим ли мы о неспасенных народах или говорим ли мы о церкви состоящей из из верующих из разных народов это разные категории людей верующие люди и неверующие вы наверно прекрасно понимаете и как я сказал церковь она имеет участие в том духовном наследии которое бог дал израилю церковь из народов и она возлюблена господом и мы прекрасно об этом знаем просто для нас понимание церкви очень долгое время сводилось исключительно к тому что они присутствовали только народы а израиль был каким-то нежелательным или непонятным явлением в принципе в наше время ситуация меняется и множество верующих братьев сестер служители пастырь и епископов понимают на данный момент что церковь больше не может оставаться прежней что должны происходить перемены и восстановить истинный смысл и писание и наследие церкви характер этого наследия должен быть восстановлен в церкви также вы спрашиваете в своем вопросе кем по вашему мнению для иисуса приходится язычники ну или нынешние христиане и я думаю что простые язычники это не совсем нынешние христиане на данный момент слово язычник обозначает вообще человека неверующего виденного бога скорее идола поклонника поэтому если мы говорим о неверующих народах не спасенных то вот что говорит об этом писании первое послание тимофеев 2 глава и так прежде всего прошу совершать молитвы прошения моления благодарения за всех человеков за царей и за всех начальствующих чтобы проводить нам жизнь тихую безмятежную во всяком благочестии и чистоте ибо это хорошо и угодно спасителю нашему богу который хочет чтобы все люди спаслись достигли познания истины мы видим что господь он любит я верю в это всем сердцем что бог любит все народы и то что израиль был избран не говорит о большей доли любви к израилю чем другим народам посмотрите на избрание израиля как на определенную работу которую должны были совершить и еще должны совершить не только в прошлом должны были но и в будущем должны совершить и поэтому избрание это не значит право на какие-то особенные невероятные привилегии или большую долю любви по сравнению с другими народами избрание говорит о большей ответственности я верю также что и народы богом призваны к спасению но вот будут ли они избранными зависит от их решения но это другая тема нашего разговора и кем же является на нынешний момент для господа иисуса церковь я верю что по согласно писанию это его тело его храм его невеста и много можно много еще приводить истин о церкви которых сам господь говорит я хочу прочитать из евангелия от иоанна из 10 главы несколько стихов вы наверное хорошо помнить это место писания где господь говорит о добром пастыре он говорит о воре который приходит украсть убить и погубить он говорит о наемнике который не хочет полагать жизнь свою за овец и 14 стих 10 главы евангелия от иоанна я сим пастырь добрый и знаю моих и мои знают меня как отец знает меня так я знаю отца и жизнь мою полагая за овец есть у меня и другие овцы которые не этого двора и тех надлежит мне привесть и будет и они услышат голос мой и будет одно стадо и один пастырь и я думаю что народ и израиль соединенные в том что мы привыкли называть церковью это его паства где он пастырь и будет один пастырь и одно стадо если в этом стаде только еврейские овцы это еще не все стадо если в этом стаде находится в его стаде находится только овцы из разных народов без израиля это тоже не полное стадо он говорит будет одно стадо и один пастырь у этого И мы находимся в особенное время, когда Господь созидает и сводит вместе этих драгоценных овечек из разных народов. Из Израиля, из русских, молдаван, украинцев, американцев, гагаузов, турок, китайцев и так далее. И он будет одним пастырем над всем. Я думаю, что он любит народы, любит свою церковь не меньше, чем он любит Израиль. Но это не значит, что достоинство Израиля умаляется. Это не значит, что достоинство народов умаляется. Нам предстоит еще многое учиться вмещать, размышляя над Священным Писанием. Спасибо большое. Шалом.